МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За опошние два тыдни гололедные травмы у Гомеля отрымали больше, как 80 человек. Сёня вызначится имя переможцы конкурсу «Миссис Гомель-2016». Шарговое узмацнение с Балканау составу гандбольного клуба «Гомель» пополнила Славянка. А зараза б гэтым іншым больш падрабязна. Віце-премьер Беларуси Наталья Качанова провела сёня у Жлобяни семинар на Раду по актуальных пытаннях социальной сферы. Головная мета – окреслить проблемы и разом вызначить шляхи поляпшенней ситуации. Конструктивный диалог. Минавито так можно охарактеризовать ход проведения семинара. Знаместниками старшиня у выканавчих комитета у Гомельской области сустрелись и керавники Министерства социальной сферы. Головная тема для обмеркования – оптимизация деяностей установки культуры и адукации, подрихтовка спортивного резерву, выкаранение фактов формализма при проведении массовых мероприемствов. У приватности звернута увага на той факт, что при повеличении колькости разнастайных мероприемствов у сферы культуры, колькость людей, яке их наведывают, постоянно знижается. Одна из самых актуальных проблем связана с кадровым сбеспечением. Особливо гэта тычыцца медицинских установ у сельской мясцовости. Как выник при наявности сучасных центров в Великих городах, якость оказания допомоги на первичном узроу не часто застаётся довольно низкой. Что ж, мы отправляем специалистов в малые районы и через год согласуем их перевод в Гомель. Так что у нас важно? Первичное звено в малых районах? Или областные учреждения, какие бы они ни были высокими технологиями? Почему на уровне Министерства здравоохранения мы даём отказы всем молодым специалистам, которые поступали под этой эгидой, которые сбегают с первых рабочих мест под различным предлогом, в том числе имея целевое направление? Рызкий уздым температуры по ветру чыкается у Гомельской области в ближайшие дни. Уже сёння слубки термометров покажут до плюс 5. Гэта значит, мятелеца зменится дожджом, а на дорогах з'явится гололёдзица. У пятницу в день чыкается до 7 градусов тепла, у субботу до 6. При этом на числу пок термометра може опускаться ниже и за нуль. Гэта значит, на улице будет слезко. Пакуль же на территории региона пануют теплые поветранные массы с заходу. Але надворье у снежни будзе неустойливым. Синоптыки прогнозуют ваганье помеж адмолными и становочными температурами. Рызкие перопады супроводжаются изменами тиску. Метазалежные люди будучи отчувать пэлный дискомфорт. Надворье поуплывае и на стан дорог. Вадителям треба быть больше стерожными. Знову похолодает в середине наступного тыдня. Уже за вторка будет чуваться морозное зимовое надворье. Гололюдица уже додала пациента у травматологичным пунктам. За пошние два тыдня у Гомелли за допомогой звернулися больше, как 80 человек. Як застерахчись от гололюдных травмов, доведалася Ганна Ковалева. Ирина Дубшикова на больничному ложку субботы у травматолога ортопедичное отделение областной больницы я ее привезли из Гомельского района. Кажа вышла с хаты на хвилинку в звычайных туфлях. И первый крок привел до падения. Увы, никуда ягна. Я вообще никогда не думала, что со мной такое случится. Услышала даже хруст. Практически никого не было. Когда я уже стала кричать, просить о помощи, наверняка люди стали где-то услышать и стали сбегаться. Вызвали своего местного фельдшера, потом фельдшер вызвала скорую. По словам медиков, наибольшие частые и небезопасные травмы у людей сталого и пожилого взрослого. Першие пациенты с гололюдными травмами начали звертаться два тыдни тому. Вывихи плячей, переломы рук, ног и самое тяжкое перелом шейки бедра. Только в областную больницу с таким диагнозом поступило 8 человек. Прогатым, как правило, виноваты в своей беде сами люди и их бестурботность. Основное опасное положение складывается в конце ноября, в начале декабря. Поэтому нужно быть осторожным, должна быть удобная обувь. Каблук не выше 3-4 сантиметров. Подошва должна быть широкой основой. Должен быть четкий рельефный рисунок, для того, чтобы было сцепление с поверхностью земли. И всегда нужно помнить, что осторожно нужно ходить в такое время года, особенно лицам пожилого возраста. Это с подручными средствами, то есть это обязательно трость. С надыходом гололётицы в трампунктах областного центра колькость пациентов увеличилась прикладно на четверть. Усяго за два тыдни за допомогой звернулося больше, как 80 человек. В 12 выпадках спотребилось терминовое оперативное вмешательство. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». 15 бояльных и поспяховых молодых женщин рыхтовалися до этого дня на протягу месяца. Сегодня вызначится имя «Пераможцы конкурсу. Прыгажосте сирот замужних дам. Миссис Гомель-2016». Как будет ладиться финальное шоу, доведалась Ганна Каральчук. 15 финалисток в возрасте от 23 до 36 годов. Месяц подрыхтовки многим допомог раскрыться по-новому. Дефилей, хореография, фотосессия, издымки видеоклипа. Обовязковые занятки фитнесом, все роды яких и незвычайная тренировка на джамперах. Супер-мамы зараз у полном узброене и готовы оздевлять глядачоу и журы. Волнение, конечно, присутствует, но больше за ребенка, как ребенок отреагирует на то, что большое количество людей, зал, свет, музыка. А за себя, ну, взрослая девочка, думаю, справлюсь с этим. Если бы можно было бы всем вручить, мне кажется, мы бы получили все этот приз. У першиню конкурс «Миссис Гомель» пройшел в минулом году. Его миссия – пропаганда семейных каштовностей, идеалов мира, добра и прыхажостей, а так само престижу материнства. За час подрыхтовки девчонки стали сябровками, не глядячи на конкуренцию. Кожаная стала больше упевненной у сабе. Молодые мамы чакают гэтага дня и своего выхода на сцену, небы казачанага подарунку. Конкурс, как будто каждый из нас золушка. То есть мы все дома, домохозяйки и работающие, но все равно же мы готовим, стираем, убираем, ухаживаем за детьми, за мужьями, за родными, близкими. А тут финал – это как бал. Мы попадаем на красивое мероприятие, где нас приукрасят. Мы оденем красивое платье. До организации финалу конкурсу в этом году подошли грунтовно. В программе – показы одзения белорусских дизайнеров, брендовых вытворцев для мать и детей, танцевальный номер удельниц и выступления артистов. У жюри столичная зорка индустрии моды и прыхажостя. У нас очень интересные люди. Интересные люди в жюри. Это и член Союза дизайнеров, и постоянный участник недель моды в Москве, в Минске и за рубежом Ивана Айплатов. Это руководители предприятий-партнеров Руслан Сороковой и Сергей Комков. Это и среди гостей также у нас известный белорусский дизайнер Аптизиев. Также будет интересная сама постановка по оборудованию. То есть мы используем и светодиодные экраны, и современные световые приборы. Сегодня у вечера у дельницы выйдут на сцену драм-театра со своими детьми, как показать свои сдольности, преодолеть страх и в черговый раз доказать, что женщина у семьи может и навод повинна отчувать себе прыхажение. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Уже ночей команде гандбольного клуба «Гомель» шарговое пополнение. Состав девчих чемпионок краины узмацнила славянка Уршка Мурн. С новичком познайомился Максим Савин. Гульновое амплуа 26-годовой гандболистки «Правая в угловая». Про ней она выступала за мощнейшую команду Словении «Крим» и французский «Серджим». Перед переходом у «Гомель» Уршка гуляла за славянский «Кырка» з нова места. Над запрошением протягнуть карьеру у Беларуси долго не раздумывала. Тем больше, что гулять под керавництвом Томаша Чаттера доводилась и раней. Томаш Чаттера потелефоновал мне и сказал, можешь приехать и гулять на высокем узрани. И я погодилася. Я его веду из 10-ти годов. Гуляла под его керавництвом еще у детящих командах. «Гомель» – добрая команда с добрыми гульцами. Они допомагают мне освоиться у новой краине». Посприяла переходу и то, что в «Гомеле» гуляет черногорка Олена Маркович, ганбалистки сябровки. По словах Томаша Чаттера, после запрошения Уршки-Мурн задачу по комплектованию команды можно лечить выполненной. «Сейчас на каждое место по две игроки. Пока еще будем видеть, что нам еще нужно. Но пока это все. Если появится какой хороший полусредний, универсальный, который хорошо играет за счетом, будем подумать. Если не будет, будем играть до конца за этим составом». Дебют Уршки-Мурн в составе «Гомеля» может отбыться уже завтра. С пятницы по неделю в Минску отбудется третий тур розыгрышу Балтийской ганбольной лиги. За три дни гомельчанки проведут пять матчев. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Гэта, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на гэтым выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам пленнага дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин